Мой первый ролик, в котором я сразу предупреждаю, что он не несёт рекомендательный характер. Я часто делаю стримы, в которых акцентирую внимание на том, что на распродажах не стоит ничего покупать. В первую очередь потому, что либо вы покупаете на них то, что вам не нужно, либо покупаете вещь уровнем выше, чем ваша необходимость. Например, вы планировали купить телефон айфон 7, но увидели 11 по хорошей скидке и решили сэкономить. Но это не экономия, совсем. Но я обещал под распродажу мой топ под сейл. Вот и он. Тьюб 489, всем привет, вы на канале польза нет. И здесь только быстрые и ёмкие обзоры, долгие стримы с ответами на все ваши вопросы и розыгрышем 5 фитнес браслетов ми бэнд 4 рандомно раз в месяц. За лайк, подписку и комментарий к любому из видео. Все контакты и подробные условия всех конкурсов в описании. И теперь кратко, 10 вещей, которые я советую мониторить и при выгодной для вас цене купить на распродаже на алиэкспрессе. Но только если они вам нужны. 10 место. Телефон OnePlus 7T Pro. Или любой OnePlus, если вы хотите топовый телефон, без всяких капелек на экране, тормозов и глюков. На все девайсы в топе есть обзоры на канале, на которые я дам вам ссылку в описании к видео, как и ссылки на их покупку. На данный телефон я делал обзор только недостатков. И если вас эти недостатки не смущают, однозначно советую OnePlus. Последние 40 роликов на канале я снимал именно на него. Так что как работает камера в моих руках не профессионала, вы можете посмотреть с легкостью. 9 место. Робот-пылесос. Любой из сяомишных. Мой пылесос первой версии, на которой я делал обзор еще живой. И прекрасно работает. Единственное, я на нем пару раз менял расходники. Это реально одна из тех вещей, которая должна быть у каждого. Конечно, сразу в списке после стиралки и посудомойки. Второе поколение данного пылесоса я тоже купил, пока тестирую. Первый обзор на него выгружу на днях. Эмоции исключительно положительные. 8 место. Хотели ноутбук? Самое время купить. Но опять же, на ваш страх и риск. Цены у китайцев вкусные. Ноут сяоми у меня живет уже второй год. И если его не заливать пивом, в обиходе это более чем бодрая и рабочая лошадка. Под яблочный бук, только дешевле. Но данная штуковина только для тех, кто знает, чего хочет от ноутбука. И в них разбирается. Если нет, ваш выбор ближайший магазин и стационар. Ноутбуки всегда дороже, чаще выходят из строя. Но здесь мой топ. Сяомишный ноут, только не игровой. Советую. 7 место. Это не сборка самых дорогих девайсов. Это сборка того, что при желании с купонами и кэшбэками купить на сейле реально дешевле. И здесь моя рекомендация купить беспроводные наушники-вкладыши. Либо Vivo TWS, либо Oppo. Эти две модели очень даже хороши. Если у вас не айфон последнего поколения и ваш смарт стоит дороже двух сотен долларов, тогда вам эти ушки очень зайдут. 6 место. Кроссовки. Притом они сейчас одинаково дешевые. Как зимние, так и летние. Я умудрился купить с доставкой за 3000 рублей зимние кроссовки от Xiaomi, которые в самом Китае стоят около 7 тысяч. И это не аттракцион невиданной щедрости. Какую модель выбрать вам, решайте сами. Но если у вас в планах сяомишная обувь, которую я считаю довольно достойной, на канале больше 10 обзоров и один топ на повседневные беговые кроссовки от китайцев. Уверен, что на Алишке вы найдете сейчас то, что вам может приглянуться. И сейчас это будет стоить выгодно. 5 место. Накладные беспроводные наушники Meizu HD60. Эта компания в агонии, но при этом делает очень качественный продукт, который мало кого оставляет равнодушным. Если вы знаете толк в звуке, очень советую про них прочитать. По возможности примерить, послушать и потом купить. Не пожалеете. Даже несмотря на их экстравагантный обод. 4 место. Фитнес-браслет. Один из двух. Или Mi Band 4, или Honor Band 5. И если вы до сих пор не купили подобное, потратить минимальное количество средств на данную игрушку сейчас самое время. Миллионы людей не зря полегоньку приучают себя к использованию подобных гаджетов. Это те вещи, за которыми будущее. Пип бой не за горами. 3. Планировали купить плеер? А если еще и топовый? Дороже 50 долларов. Сейчас тоже самое время. Это не самый востребованный на рынке товар. И поэтому скидки на данные штуковины крайне редкие. Я купил себе только фея 5 и пока очень им доволен. Аналогов на рынке море. Читайте отзывы, выбирайте и покупайте, если планировали. Скидки на данные группы товаров довольно редкое явление. 2 место. Это ручной пылесос. Да, я семейный взрослый мужик. И бытовуха это часть моей жизни. А быстро убрать фисташки, которые разлетелись после неудачного движения локтя у компьютера. Это очень хорошо. Приятно, когда стоит или висит на стенке приблуда, которую можно взять и быстро убрать то, что сотворил. Хотя если у вас такого не бывает, штука будет бесполезна. Но это ведь мой топ. И два пылесоса как у меня держать смысла нет. Но один, я считаю, должен быть под рукой всегда. Во всяком случае у семейного человека. Первое место. Это умные часы. Для меня они Xiaomi Amazfit Stratos 3. И если не для спорта, то для мотивации. Я последние дни по часу гуляю с сыном. По снегу 55 минут на 5,5 километров. И ему интересно результаты улучшать. И мне за ними следить. И нагрудный датчик к этим часам подключается. Я юзаю Polar H10. И музыку туда можно закачать. И беговые лыжи там тоже появились. Автономность в активном использовании больше недели. Обзоров, роликов, стримов на данный девайс в интернете просто море. Как они выглядят вы и сами видите. Хотя вторая серия мне нравилась и больше. Но здесь они слишком много допилили в третий. Хотели крутые часы. Самое время использовать данное желание для мотивации к спорту. Во всяком случае на меня действует то, что я потратил деньги, чтобы заниматься спортом. Иногда это единственная мотивация. Хотя я понимаю, что это плохо. Но это факт. Резюмирую. Не покупать лучше, чем покупать. Деньги будут целее. Но если горит, свербит и хочется стать участником общей потребительской феерии, обязательно покупайте только то, что по-настоящему хотели. А желательно еще, чтобы эта вещь была и правда для вас необходима. Не забываем писать, на что еще сделать обзор в комментариях. Смотрим обзоры на то, что вас заинтересовало по ссылкам в описании к видео. Подписываемся на канал и ставим лайк за труды. Девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.